В 1846 Лоле пришлось уехать в Баварию, где и развернулась самая интересная страница ее жизни. В Мюнхене немецкое общество посчитало ее танцы возмутительными, и она не могла выступать на больших сценах. Тогда Лола решила получить аудиенцию у короля Баварии Людвига I и добиться разрешения на исполнение своих шокирующих испанских танцев. Их первая встреча обросла множеством слухов. Как будто коммердинер короля не хотел допускать танцовщицу к своему господину, и та разъяренная набросилась на него с кулаками. Эту сцену застал удивленный Людвиг. Баварский король с юных лет отличался любовью к литературе, музыке и искусству, и оказывал покровительство людям искусства. К тому же он обожал красивых женщин. А вот внешностью он никак не мог их покорить. Лицо его было покрыто рябинками от оспы и большим родимым пятном. Он был глуховат и подвержен вспышкам сильного гнева, в момент которого начинал заикаться. С Лолой он проговорил несколько часов. Их дальнейшие отношения обросли множеством слухов и легенд, но про первую встречу осталось свидетельство придворного архитектора Лео фон Кленце. Людвиг, как человек совершенно нестеснительный, поинтересовался у Лолы. Все ли у нее под нижним бельем настоящее? А та моментально взяла со стола нож для бумаг и разрезала им свою одежду на груди. Шестидесятилетний монарх был покорен. Людвиг сразу назначил Лолу приму-балериной Мюнхенского театра и оговорил очень высокий гонорар за выступление. Через несколько дней, по указанию короля, придворный художник приступил к написанию портрета Лолы Монтес для галерей прекрасных дам. Этот портрет хранится там и сейчас. Сохранилось письмо Людвига близкому другу. «Я могу сравнить себя с Везувием, который считался уже потухшим и который вдруг начал свое извержение», – писал он. «Я думал, что уже никогда не смогу испытать страсть и любовь. Мне казалось, что сердце мое истлело, но сейчас я охвачен чувством в любви, как двадцатилетний юноша. Я почти потерял аппетит и сон, кровь лихорадочно бурлит во мне, любовь вознесла меня на небеса, мои мысли стали чище, я стал лучше». С тех пор он называл ее Лолитой, она же в письмах называла его «мой дорогой Луиз». Всего через шесть недель Людвиг меняет завещание, согласно которому, если после его смерти она не будет в браке или вдовой, ей полагалось сто тысяч гульденов, да еще две тысячи четыреста гульденов ежегодно. Еще он дарит танцовщице дворец, одно из самых красивейших зданий Мюнхена. В ее распоряжение была предоставлена королевская карета. И когда экипаж приезжал по улицам, горожане обязаны были кланяться, хотя они не знали, это едет король или танцовщица. Людвиг щедро осыпал капризную любовницу драгоценностями и дорогими подарками. Однажды во время ссоры Лола швырнула в огонь жемчужное ожерелье, подаренное ей королем, и тому пришлось доставать его из огня голыми руками. Лола не могла довольствоваться положением обычной содержанки. Ее поведение разрушало традиционные представления о приличиях и доказывало, что женщины имеют право вести себя так же, как и мужчины. В своих воспоминаниях она писала, «Я охотно стала бы королевой только для того, чтобы иметь возможность бороться за уравнение прав женщин с правами мужчин». Она разгуливала по улицам Мюнхена вместе с немецким догом и в мужском костюме для верховой езды, с папиросой в длинном мундштуке и хлыстом за голенищем, который то и дело пускала в ход. Лола вступала в драку по любому пустяку. Однажды она сцепилась с почтовым служащим, недостаточно быстро уступившим ей дорогу. Монтес была задержана полицией, а когда был составлен протокол, она разорвала его в клочья, и только личное вмешательство короля спасло ее от заключения в тюрьму. Когда Людвиг говорил Лоле, что ей следовало бы вести себя менее эмоционально, то отвечала ему «Я ничего не могу поделать с собой, дорогой мой. Такой уж у меня темперамент». Когда король в театре входил в ее ложу, она оставалась сидеть, что было неслыханной наглостью как для женщины, так и для мужчины. Как писала одна из исследовательниц ее жизни, в ней совмещались несовместимые черты характера. Жестокость и романтичность, эгоизм и готовность прийти на помощь несчастным и обездоленным, любовь к истине и лживость, недоверчивость и легковерность. А вот что писал о ней Людвиг I в письме к своему другу. «Если бы люди знали, какова Лола на самом деле, тогда к ней относились бы по-иному». И она действительно раздавала деньги бедным и материально поддерживала нуждающихся студентов. Студенчество резко поделилось на две группы – за Лолу и против. Под окнами ее особняка собрались студенты из враждебной партии, вооруженные трещотками и погремушками, и устроили ей дикий концерт. Монтас подошла к окну с бокалом шампанского в руке и с издевательской ухмылкой сделала вид, что чокается с дебоширами. В ответ студенты забросали особняк камнями, отчего на мостовую полетели осколки разбитых оконных стекол. Взбешенная куртизанка выхватила из ящика револьвер и принялась стрелять в студентов, пока ее не оттащила от окна личный телохранитель. Лола, к тому же, еще и влияла на короля в области политических решений. Она рекомендовала ему поддерживать либералов и ограничить влияние католической церкви. В газетах по всей Германии постоянно появлялись пасквили и карикатуры, оскорблявшие достоинство короля Баварии. Чашу терпения баварцев переполнило решение короля – даровать ей баварское гражданство и возвести Лолу Монтес в графине. Кабинет министров отказался и ответил меморандумом. «Вся Европа восстала против Баварии, и ликование тех, кто действует на низвержение трона, велико. Велика также опасность, с которой угрожает Баварии из-за чужеземного владычества Лолы Монтес». Людвиг отправил правительство в отставку. Новый совет министров даровал Лоле баварское гражданство, как было отмечено в указе, во исполнение нашего королевского слова и за выдающуюся бескорыстную помощь бедным. Но враги не дремали, и к Лоле пришла делегация с предложением уехать за границу, а взамен получать 50 тысяч франков ежегодно. Причем тут же ей вручили конверт с обещанной суммой. Эти деньги она им швырнула обратно, и наотрез отказалась выполнить это требование. Все послабления для общества, выдвинутые новым правительством, еще больше раскачали обстановку в стране, усилились волнения в университете. В августе 1847-го Людвиг даровал Лоле титул графини фон Лансфельд. Король под ее влиянием произвел некоторые перестановки в кабинете министров. Новый состав кабинета теперь в насмешку называли «Министерство Лолы». А потом случилась драка между студенческими группировками, и Лола, размахивая пистолетом, явилась на помощь своим сторонникам. На нее посыпались угрозы, круг врагов вокруг нее сомкнулся. Ей удалось вырваться и скрыться в ближайшей церкви. Защищаясь пистолетом, она попыталась покинуть церковь, но пистолет у нее отобрали. Вовремя подоспели жандарма и сам король. Лола была спасена. Разгневанный король приказал на год закрыть университет, а студентов распустить по домам. Но городской совет потребовал немедленно открыть университет и выслать из города графиню фон Лансфельд. Министры, королевские советники, все члены королевской семьи, и особенно королева, требовали и умоляли короля согласиться на высолку Лолиты. Тысячи горожан стекались к его резиденции с этим требованием. Король был поставлен перед решением силы подавлять свой народ. Людвиг подписал приказ, обязывавший Лолу Монтес в течение часа покинуть город Мюнхен и королевство Бавария. Ее усадили в экипаж и отправились в Баварии. Ночью, переодевшись в мужской костюм, она вернулась и встретилась с Людвигом, который пообещал ей отречься от престола и соединиться с ней в Швейцарии. Волнения продолжались. И король действительно отрекся от престола в пользу своего первенца Максимилиана и написал, «Я больше не могу править и не желаю превратиться просто в руку, ставящую подписи. Дабы не стать рабом, я стал свободным человеком». Но вот к Лоле он не вернулся, его убедили в ее изменах. При этом до самой смерти он вел переписку с ней и помогал ей деньгами. Куртизанка сама потом заявила в американском суде под присягой, что во время пребывания в Мюнхене она не вела себя безнравственно ни с королем, ни с кем-либо другим. Если вам было интересно, подписывайтесь и не забудьте нажать на звоночек уведомлений.